всем привет сегодня на обзоре у меня снова китайцы и это 361 flame 2 вообще друзья я должен признаться я немножко ленивая жопа если честно и этот обзор который будете смотреть сейчас на flame 2 я записывал еще летом 23 года в конце лета а сейчас весна и весна 24 да и тогда вы это увидите видео я отзывался о них скажем так нейтрально положительно так вот за это время я их настолько полюбил и побегал там всякие половинки по асфальту и так далее в общем прям топовые кроссы ну хорошие достаточно поэтому я купил вторую пару в общем увидите сделал специальную вставочку еще про новые впечатления в общем тапки неплохие вообще flame 2 достаточно странная моделька потому что во первых про нее нигде нет практически никакой информации даже на официальном сайте по моему ничего нормально про нее не прочитать она практически нигде не продается то есть на рынке европы сша нету соответственно нету обзоров про эту модель ее брать ну практически вслепую приходится да и пробовать на себе какие-то единичные прям обзорчики там у таиландцев проскакивают да потому что как будто бы вот для них выпустили там они их и обозревают у китайцев еще что то есть но ничего не понятно никакие субтитры на русский на английский вам никто не переведет поэтому проблематично брать такие кроссовки и пробовать на себе но я рискнул слава богу они стоили недорого нашел их по моему на ламоде тоже купил за собственные деньги никто мне просто не прислал обошлись и ними что-то в районе там 7000 рублей и потом уже случайно я посмотрел что они продаются еще и на озоне на зоне их можно найти там в районе 6000 рублей и ну как будто бы это что-то такое за поддельное ну подозрительное я думаю вдруг они что-то такое придумали дешевая не настоящая взяли бренд 361 который на самом деле достаточно популярный и в это и у нас тоже становится да и сделали какую-то отдельную модельку для него но нет я думаю что все таки это локальная не фейковая настоящая модель просто ну характеристики у нее не самые скажем так топовые сейчас мы про это поговорим во-первых полноразмерная карбоновая пластина ее вида здесь у 361 она называется квикбон пена которая собственно тоже из певы да ну это необычно его это более упругая более легкая пена основанная на материале пеба видно что они достаточно высокие да то есть кажется что амортизация должна быть достаточно тоже приличной да и мягкой так скажем перепад опять же нигде не указано у китайцев тяжело искать какую-то информацию практически ничего нигде опять же не указывают но видно что здесь есть небольшой перепадик думаю что в районе примерно 6 7 миллиметров от пятки к носку нету никакого прям вот выраженного переката я бы сказал он визуально конечно же есть и ощущается всем немножко про ощущение мы поговорим чуть позже да но вот визуально он опять же совершенно не агрессивный и я бы сказал практически этот перекат не ощущается вверх очень легкий он сделан из чего-то такого вот опять же полиуретанового это даже не сетка да я не могу называть это сетка это какая-то как будто толстая но относительно толстая пленочка хотя опять же она прозрачная и видно вот все что происходит внутри есть какие-то микро поры микро дырочки в ней легкий верх в целом практически тонюсенький совсем нету я бы сказал опять же элементов которые должны как-то поддерживать сверху стопу как-то укреплять придавать структуру да вот верху опять же это сделано с целью облегчения потому что в целом кроссовки весят тоже мало сопоставимым но с какими-то топовыми карбоновыми кроссовками быстрыми легкими до 210 грамм в моем размере примерно 10 кс до но 27 с половиной сантиметров стопы что еще бросается в глаза это наверное длинные шнурки достаточно необычные ребристые такие но видимо это сделано чтобы они меньше развязывались хотя по факту у меня там проблем не было с любыми шнурками каким бы формой не были нужно просто завязывать хорошо там на двойной бантик да или какой-то беговой узел там так называемый делать ну и длинные шнурки можно просто убирать под перекрестие шнурков вот эту перетяжку и принципе ничего не мешает поэтому нареканий на шутки никакие нет прикольные очень понравился язычок он тонкий опять же естественно это нужно для того чтобы в целом кроссовки были облегченные нет ничего лишнего приятный хорошо прилегает и есть небольшая скажем так защита такая тоненькая подушечка в этом язычке в том месте где вы затягиваете шнурки и если вы там затяните поплотнее то в принципе ничего не будет пережимать ваших ногах в ступне и будет комфорт для чего покупал собственно тоже для каких-то быстрых работ для стартов потому что у меня не было доводить китайцы каких-то карбоновых кроссовок единственные около карбоновые или там пред топовые скажем так кроссовки которые у меня были и есть это сок они эндорфин спид 2 который я тоже просто сравнительно недавно раскошелился на них скажем так потому что честно душу джаба покупать какие-нибудь вэперфлай за 35 там тысяч рублей или что-то там из пумы в районе двадцатки карбоновая да ну вот таковы реалии сейчас тем не менее хочется найти что-то карбоновое быстрое легкое но подешевле и китайцы эту нишу вроде как занимают почему бы нет особенно за вот эти деньги что я их нашел и чтобы факту я получил в начале я протестил их на тренировке на интервальных работах и попробовал на стадионе до с резиновым покрытием так вот что первое мне не понравилось это то что они чересчур мягкие да несмотря на то что на стадионе есть еще и дополнительно вот это резиновое покрытие которое добавляет естественно мягкости и увеличит амортизацию так еще и сами кроссовки по себе достаточно мягкие я там побегал несколько интервальчиков в районе 40 что-то типа того мне показалось что после них у меня заболели короче стопы было очень странное ощущение я подумал что это как раз из-за вот этой че чрезмерной мягкости где твои связки ну или не работают или работают как-то по другому и в общем начинают болеть то что раньше не болело в общем я отнесся как-то со скепсисом к этому ко всему и подумал что наверно асфальте в них должно быть получше да в них бежалось легко по стадиону прекрасно как бы что-то там толкало тебя да ну опять же тот же карбончик даже пена но в целом не было какого-то такого эффекта вау я купил там тапочки с карбоном как классно то есть такого я не ощутил и даже немножко подрастроился подумал ну ладно блин 7000 все-таки чего от этого ожидать но потом я потестировал их на темповой работе уже по асфальту по городу побегал в них пробежал что-то тоже в районе там 21 километра и и потестировал разный темп с разными вставками и с ускорениями с более медленными там от 5 30 до 4 0 я поускорялся опять же в разном режиме и на асфальте я полностью изменил свое мнение по поводу этих кроссовок как раз таки для асфальта они идеально во-первых подходят диапазон до темпа скажем так в котором они максимально хорошо и комфортно себя проявляют меня ничего не болело после этого в отличие каких-то коротких интервалов на длительной и на темповой работе ничего после них меня не болело после асфальта так вот тот диапазон темпа в котором вам скажем так или мне ну я же говорю про себя прежде всего да диапазон темпа да в которых у них максимально комфортно это что-то типа от 4 30 наверно вам давать так 4 15 может быть край 315 и медленнее то есть там в район 6 и наверное 6 30 и медленнее в них будет комфортно почему потому что как оказалось вот та мягкость которую я почувствовал на стадионе на резиновой дорожке она сохранилась и здесь да ну не так стало как бы мягко потому что на асфальте ну все-таки это асфальт стала более упруга более комфортно в целом но мягкости амортизации вот эта большая никуда не ушла пятка здесь ну прям я бы сказал чересчур мягкая для тех кто бегает и ставит там на пятку вы прям почувствуете это как насколько мягкая легкая пятка как быстро она прожимается и я бы сказал что это не очень хорошо такое ощущение что если вы прям бежать на пятку вся энергия гасится здесь же да прекрасно мягко приятно на пятку приземляться но как будто бы вы встречаете здесь некое сопротивление энергии гасится и потом тяжелее перекатываться и бежать дальше но это именно и для тех кто вот прям рассчитывает на то что ему будет комфортно иметь этот перекат с пятки на носок там ускоряться благодаря этому и так далее то здесь эти кроссовки вообще не про перекат за счет вот этой мягкости вокруг вокруг всей не за вокруг всей стопы белая сильно большая вот можно видеть как насколько как бы широкие кроссовки насколько широкий след скажем так этих кроссовок которые они оставляют в отличие вот опять что предыдущих ленингов например или каких-то еще более там скоростных кроссовок вот вот это меня как бы смущает то что они достаточно мягкие широкие и ты как будто бы на них вот так плюхаешься всей стопой да и передней частью стопы и за счет того что вот нету вот этой как бы стабильности нет упругости прям достаточно упругости сквозь весь кроссовок такое ощущение что куда бы ты ни приземлился ты в итоге полностью так увязаешь немножко во всем этом тапочке но при этом отталкиваешься видимо 10 но включается карбон до в целом вот эта платформа вся с пеной в целом срабатывает неплохо то есть на асфальте на асфальте есть ощущение мягкости при этом неплохого отскока в принципе за 7000 я довольна кроссовками я в них наверно даже где-нибудь по стартую там что-то в районе 21 или я бы даже с удовольствием в них пробежал марафон потому что они совершенно не убивают ноги кажется опять же свои за счет своей амортизации за счет своей легкости можно в них бежать долго и радостно наверное да но про 210 грамм вспоминаем в общем на длительные на спокойные бега и что-то в районе там 4 30 ну может быть чуть чуть ниже 4 15 эти кроссовки отлично подходят если бежать уже быстрее украине 3 там 40 и быстрее то удовольствие и счастье от них вы не так много получите короче ребята тапки огонь я сначала записал в общем про них обзорчик но пока еще не выложил но вообще походе хотел побежать еще немножко проверить их протестировать на асфальте на более быстрых бегах и так далее потому что я вообще к ним очень нейтрально отнесся смотря на то что это карбон там хорошая пена и так далее я подумал нафига ну они как будто бы сильно не толкают но они очень мягкие вот соответственно они как будто бы для более медленных бегов но я попробовал сейчас побегать половинку протестировал ну как относительно быстро в районе там 409 у меня средний темп получился и естественно по асфальту вот я впереди пробежался короче тапки просто огонь именно для длинных бегов действительно то есть для марафона и полу марафона прям отлично по асфальту ноги вообще не убиваются и да как будто эта мягкость и карбон они вот ну немножко действительно дают такого толчка но самый главный считаю эффект приятный это то что они ну действительно легкие и ноги твои спасают вот прям вообще не убиваются ноги как будто бы мне очень понравилось бежать относительно быстро но для меня это вот такой темп я считаю быстрый то есть быстрее 4 0 ну как бы можно примерно там я на финише по 3 30 уже под горочку катился нормально тоже комфортно но вот прям постоянно не быстро бегать не очень но вот такие длинные 21 42 прям огонь берите я думаю что быстро разберут там на зоне они быстро кончатся еще где-то и новые партии когда завезут если вы погуглите в принципе поищите в магазинах вы найдете flame первой версии и вот flame первой версии визуально очень сильно отличается он более упругий более жесткий пластина там примерно такая же но flame первой версии выглядит более так опять же таким сжатым подбитым таким до упругим не такой вот картак широкой дурой как вот этот а пока пожалуйста напишите что у вас есть из китайцев может быть у вас есть вот эти странные 361 которые нигде кроме россии таиланда еще пара азиатских стран не встречаются что вы чувствуете в них не знаю ну и может провалить какие-то другие 361 интересно потому что китайцы захватывают наш кроссовочный мир потихоньку пока пока пока